Клубный футбольный сезон двигается к своему экватору. Впереди ответственная часть сезона с зимнее трансферное окно. Всем привет, с вами Юрий, канал Диваный Футбол. Это горячая подборка новостей, событий, а также трансферных слухов в мире футбола. Начинаем Англия, АПЛ. Первая новость, она будет касаться вингера Брайтона Миттона, который получил травму. Он получил травму в матче с Crystal Palace. И по информации врачей, он пропустит от 4 до 6 месяцев. Естественно, это огромная потеря для Брайтона. И учтите, у Брайтона, по-моему, или 3, или 4 футболиста основы травмированы. И никто не кричит, что все в лазерете, что делать. Ой-ой-ой, клуб продолжает очень достойно выступать. Ну и сам Дед Зерби, он даже интервью таких не дает. Он даже не упоминает, что у него там ключевые футболисты травмированные. То есть он реально продолжает работать дальше. Он не ищет никаких отмазок. Человек работает и человек пытается выделать результат. Ну а себя я, как всегда, хочу добавить, что он по поводу Миттона пусть побыстрее выздоравливает. И возвращается помогать своей команде уже после Нового года. Естественно, в ответственную вторую часть сезона. Идем дальше. Речь пойдет о Нью-Касселе. Нью-Кассел зимой хочет взять в аренду полузащитника Мон-Сити Калвина Филипса. Я хочу напомнить, что Калвин Филипс, он практически не играет в Мон-Сити. Он был куплен летом 22 года. Около 50 миллионов евро за него Сити отдали. Но так он и не играет. Давным-давно ему нужно, если у него не получается в Сити, если у него Гвардио не верит или не видит его в какой-то схеме, уже давным-давно нужно сделать так, чтобы он начинал играть в футбол. Потому что это все-таки футболист. Полтора сезона он вообще выходит либо на замены, либо в каких-то матчах несерьезных. Короче, нельзя так мариновать футболиста. Если он не подошел, его нужно отпускать. И Нью-Кассел готов и выкупить Филипса, и взять в аренду. Короче, любые варианты Нью-Кассел устраивают. Также есть инфар, что на Филипса есть два претендента. Это Ювентус и парийский ПСЖ. Филипс недавно заявлял, что ему в Англии очень комфортно, ну, при условии, если он будет играть. И он из АПЛ никуда не хотел бы переезжать. Поэтому, ну, если Нью-Кассел договорится, пожалуйста, все карты в руки. Идем дальше. Речь пойдет о нападающем МЮ датчане Расмусе Хюринге, который забил решающий, не решающий, победный мяч он забил в ворота Астанвилы, сделал счет 3-2. После матча он, да, это, кстати, его был первый гол в АПЛ, уже прошло, считай, полгода, но это был первый гол в АПЛ. А в Лиге Чемпионов он начал забивать очень быстро, еще с начала сентября, а в АПЛ что-то не получалось. После матча он дал интервью, он сказал все просто, говорит, я самый счастливый человек в мире, я сегодня принес победу своей команде. Но реально с этим невозможно не согласиться. Классный нападающий, очень жалко многих футболистов в МЮ, очень жалко. Потому что, ну, МЮ уже сколько после Фергюсона, сколько, как ГГИ уже, уже прошло больше, чем 10 лет. И МЮ там стабильными были, ну, там, какие-то месяцы, все. Все остальное время, что я помню, какие-то качели, какие-то кардиограммы. Хорошие футболисты, они не могут показать свой потенциал, они не могут показать свой максимум. Это очень печально, это очень плохо. И, ну, я понимаю, Расмур Сахерина, который, ну, реально, он работает на тренировках. Он, ну, мне лично нравится, как он цепляется за мяч. Мне нравится, видно, что у него еще мало опыта, особенно в АПЛ. Видно, что в некоторых моментах, ну, какая-то реализация у него, вернее, способы реализации у него не топовые. Но видно, что чувак именно очень такой прогрессивный и что это будущий топ. Но вот с развитием всего, это уже вопрос, там, Кэрри Куденхаду. Короче, клубу МЮ это вопрос. Это такие клубы, это клуб должен заниматься развитием футболиста. Они вложили в него деньги, они имели на него какие-то виды, планы. И руководству МЮ нужно создавать все условия, чтобы он с каждым месяцем становился все лучше и лучше. Идем дальше. Серия А. Речь пойдет о Ювентусе. Ювентус продлил контракт со своим центральным защитником, бразильцем Бремером. Контракт продлен до лета, 2028 года. И в этом сезоне Бремер сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол. Если честно, я очень был рад этой покупке. Это была покупка летом 2022 года, да. Покупка. Видно было, что защитник топовый. Видно было, что это, ну, прям крутое подписание. Мораль такова, что если команда сильная, то сильные партнеры тебя тянут на какой-то определенный уровень вверх. Если команда тусклая, невзрачная, как этот Ювентус, даже в том году взять вот эти ничейки 1-1. Были моменты, когда у них горел прямо огонь в глазах. В Еврокубках это было видно. Но это опять-таки были разовые акции. Вообще, Ювентус, ну, я лично не привык видеть такой Ювентус. Я реально, я помню Ювентус. То есть, условно, там, ну, со середины 90-х это была мощнейшая команда. Это прямо была, ну, прямо супер машина была. Если взять, конечно, период, там, когда их понизили в серию B, отправили после Мундиаля в Германии в шестом году. Да, это была, конечно, черная полоса Ювентуса. Она длилась, там, условно, до 2011-2012 года. Ювентус вышел опять на определенный классный уровень. Начал играть в Лиге Чемпионов. Потом уже были вот эти два финала против Барса и Реала. И Скудетта, потом Криштиан Роналдо. Потом вы все помните. Но если взять, в общем, продолжить, вот там, условно, там, с 90, ну, почти 30 лет, я помню Ювентус. И он, ну, тускло так выглядел, ну, лет 5 только. Но прошлый сезон, позапрошлый сезон, ну, это просто печаль. Просто в клубе масса проблем. Причем, начиная от тренера, заканчивая, там, полевыми футболистами. И эту ситуацию, дело в том, чтобы быстро не выровнять. Это, конечно, такой процесс монотонный и небыстрый. И в современных экономических реалиях Ювентусу еще тяжелее. Короче говоря, мораль такова, что если бы Ювентус сейчас был в порядке, мне кажется, про Бремера говорили прямо в Европе, говорили. Трансферные слухи, там, Реал Мадрид бы его хотел купить. Там, Ван Сити, еще кто-то. А так, ну, как бы, да, более-менее качественный бразилец. Ну, неплохой защитник, но не более того. Идем дальше. Испания, Ла Лига, Барселона. Первая новость о Барсе, это то, что Барса анонсировала первый зимний трансфер. Им станет бразилец Виктор Роке, который переберется в Барсу за 40 миллионов евро. Контракт его с Барсой будет действовать до лета 2031 года. Клаусура полмиллиарда евро. Ну, естественно, в Испании любят такие суммы. Многие футбольные эксперты говорят, что это очень крутое подписание, что это прямо будущее Барселоны. Что ж, посмотрим. Многие футболисты, которые перебираются из Латинской Америки, они всегда мега перспективные, все там вообще круто. Но очень немногие раскрываются или раскрываются на топовом уровне. Короче говоря, дай бог, чтобы у него все получилось, потому что, ну, это сейчас очень нужно Барсе. Барса переживает, еще и будет переживать. Не очень хорошее время. Ну, эти проблемы я постоянно обсуждаю. Экономические, там, смена поколений. Короче, много проблем. И нужно сцепить зубы, работать и стараться отдавать результат. Вторая новость, вторая новость, она будет касаться тоже арендованного защитника Барсы, португальца, Канцеллу. Он дал интервью, и он сказал, что я, оказывается, болею, всю жизнь почти болею за Барсу, ну, так конкретно болею с 2008 года. С тех еще времен, когда играл Месси, когда играл Хави, Ньеста. Вообще была очень крутая команда. Самая, наверное, сильная команда была, это слова, Канцеллу образца 2009 года. Барса была практически непобедимая, и футболисты Барселона образца 2009 года были моими кумирами. Подытожил Канцеллу. Я хочу напомнить, что Канцеллу этим летом может стать полноценным футболистом Барсы. Барсе придется выложить порядка 30-40 миллионов евро. И последняя сегодня Бундеслига. Здесь будет отдать новость, она будет касаться Мюнхенской Баварии. Футболист Мюнхенской Баварии, Томас Мюллер, такой футболист, легенда уже, о Мюнхенской Баварии, Томас Мюллер, продлил контракт до лета 2025 года. Очень многие писали мне комменты, что нафига этот пенсионер нужен? Да ему слишком большую зарплату платить. Ну, в Барселоне же не дураки сидят. Они прекрасно понимают вообще всю систему. Они прекрасно понимают структуру клуба. И они прекрасно понимают, что молодежь будет смотреть и равняться на таких, как Томас Мюллер. Да, Томас Мюллер, это не тот Томас Мюллер образца там пятилетней, шестилетней давности. Да, он немножко сдал, но он может быть в ответственных матчах мегаэффективнейшим. И это дорогого стоит. Почему с ним продляют контракт? Почему продлили контракт с Мануэлем Мойером, с тем же самым? Потому что это суперфутболисты. Вроде бы такого с виду ничего особенного, но это просто крутейшие футболисты. Поэтому лично мне будет приятно еще понаблюдать за Томасом Мюллером. Пусть он там будет взамен выходить или не всегда играть в старте. Но я знаю, что этот чувак в каком-то топовом матче на очень важных стадиях может вытянуть команду вперед. Если понравилось видео, ставь лайк. Вопрос теперь к тебе. Вопрос будет касаться Мюл. Вот Мюл выиграл 3-2 у Астон Виллы. Все круто, феерично, все нормально. Как вы считаете, это разовая акция? То есть пойдет сейчас какой-то сплеск вверх? Либо опять будет кардиограмма? Или просто это опять разовая акция? Также напоминаю, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить мои следующие видео. Жду, как всегда, ваши комментарии и аргументы. Пообщаемся.